Добрый день, уважаемые садоводы! С вами, как всегда, Галина Латинкова. Сегодня 25 апреля 2023 года, и мы находимся в нашей лаборатории укоренения. Сейчас здесь укореняются чубуки винограда, и хотим поделиться с вами нашими маленькими секретами. Мы укореняем чубуки винограда на клонос гелии, разводя один к трём. Сейчас я вам покажу результаты. Вы обычно ставим в трёхлитровую баночку, чтобы лучше был микроклимат. Вот эти винограды поставлены 9 апреля. Сейчас листочки пустили, но корешочки ещё только начинают проклёвываться. Вот маленькие, видно, корешочки. Здесь определённый микроклимат в баночке. Очень комфортно. А теперь я покажу результаты, что творит клонос гель. Вот так рвёт корни. Вот такие шикарные вырастают корешочки. Вот эти саженцы сегодня надо будет садить в определённую почву, о которой я сейчас расскажу позже, как она будет специально готовиться. Вот такие красавцы выросли. Для них уже заготовлены баночки. Лучше молочные, большие литровые баночки, которые удобно будет садить. Чем заполнить, сейчас я расскажу попозже. Но очень удобно скотчем прикрепить с двух сторон веточки, которые вам не особо нужны на огороде. Мы их прикрепляем для того, чтобы привязать виноград, чтобы он потом не падал в процессе роста. Значит, что мы делаем с торфом. Значит, грудь состоит из низинного торфа, песка и кокосового субстрата в разных, в равных пропорциях. Всё это перемешиваем и заполняем ёмкости. Он очень хорошо, низинный торф и особенно кокосовый субстрат, он хорошо держит влагу. Деревьям будущим будешь им винограду, очень комфортно, не надо часто поливать. И вот такие сейчас результаты укоренённых чубуков в марте месяце. Вот посмотрите, какие великолепные саженцы стоят на сегодняшний день. Укоренение происходит в столовых сортов, технических сортов и кишмишей. Вот такие вот результаты. Значит, обязательно садить чубук с такими корешками, которые я вам показывала до этого. Верхнюю часть баночки, верхнюю часть, то есть не ставить ниже корешочек, потому что надо необходимо оставлять место для роста корней. И ещё одна проблема при укоренении в квартире. Очень часто развивается паутинный клещ. Кто занимается розами, тот очень хорошо знает тоже этот вредитель, который высасывает все растения и растения очень быстро начинают погибать. Если вы обратите внимание на свои листики и с обратной стороны увидите чёрные точечки, но здесь всё у нас чистенько, то сразу же заподозрите, что это паутинный клещ. Какие меры борьбы в квартире? Необходимо все ёмкости принести в ванну, чтобы не распылять вокруг не очень полезные препараты. Дальше используем средства на основе перметрина. Это та же искра и другие препараты, их очень много, и различные шампуни. Шампуни для людей, противопедикулёзные, либо для собак и кошек шампуни. Они в составе в своём всегда содержат перметрин. И начинаем интенсивно опрыскивать все растения. Они сразу же погибают, эти вредители, и растения интенсивно идут в рост. Об этом говорит здоровая зелень и хорошие приросты у таких вот саженцев. Вот это основные наши секретики. Высаживаем их в молочные пакеты, об этом я уже сказала, и привязываем кокура. Первую неделю после высадки сам чубок необходимо прикрыть полиэтиленовым пакетом, чтобы тоже создать определённый микроклимат и не было высыханий почечек. Ну вот и все, наверное, основные тонкости, которые мы хотели с вами поделиться. Успехов вам! Не бойтесь! Всё у вас получится! И Божьей помощи! Всего вам доброго! С уважением, Галина Латинкова!